Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня в рубрике «Работы моей мамы» я хочу показать вам то, что является на самом деле подвигом. С 22 ноября прошлого года, 2016, началась работа, и об этом было снято первое видео. И вот что мы видим на сегодняшний день, это то, что получилось в конечном итоге. Разложить работу целиком я, конечно, могу, но ее захватить просто-напросто не получается, чтобы это была цельная картинка о всем, что вышито за вот этот год неимоверной работы. Веду, веду, веду. Ну, конечно, когда это уже все выстирается, я найду возможность разложить где-то или на развернутом диване, или на кровати, потому что в другое место просто-напросто подобного размера вышивка не вмещается. Сейчас уберу книжку и покажу то, что получилось в конечном итоге, насколько это возможно. Сейчас захватить, вот как это выглядит. Размер гигантский. Не случайно работа вошла в проект больше, чем просто большая вышивка от Лильи Бутет. То, что мама делала, делала она с величайшим удовольствием, но на самом деле, не покладая рук, чтобы получилась вот такая работа размером 240 на 480 клеток. Здесь об этом написано. И размер реальный 69 на 124 сантиметра. Произошла модификация небольшая, исчезли иероглифы. Может быть, тут и очень хорошая запись с добрыми пожеланиями, но нам она показалась ненужной, мама не стала это делать. Следы от иероглифов здесь видны, пока еще не выстирано полотно, но, думаю, все благополучно исчезнет. Вот продолжение этой кленовой ветви имеет место быть. Ну, собственно, она и была, а фон, на котором присутствовали иероглифы, вот оказался таким заполненным, размытым. Но впереди не менее серьезная и ответственная работа по стирке этого полотна. Времени потребуется, я думаю, достаточно много, чтобы вымыть большое количество краски. И хотя у нас уже был опыт стирки конвы с нанесенным рисунком, сейчас придется и поволноваться, и потрудиться значительно дольше, поскольку вы видите, какой это размер. Немного стежков гладивых, наверное, было внесено в дополнение вот сюда венчик павлина по шее, по его, для того, чтобы более контурно его изобразить, чтобы он был более выразительным. И вот здесь вот головка павлинихи тоже немного изменилась, чтобы ее клюв, глаз, венчик, ну, тут у нее такого, как у павлина-то, венчика нет, но чтобы на голове были больше видны перышки. Может быть, где-то какие-то крестики оказались и недовышитыми, потому что здесь огромное количество одиночных крестиков, но в ходе стирки и сушки, наверное, если что-то объявится подобного рода, просто они вышьются, заполнятся. Ну, а уж какой-то тщательности и скрупулезности была работа, я даже и, понимая, какой это великий труд, не могу понять, как все-таки это сделано. Умом понимаю, а не знаю, наверное, это из той оперы, что «Глаза боятся, руки делают». Боюсь, что у меня бы такого руки не сделали никогда, потому как моя работа продвигается крайне-крайне сложно, крайне медленно, а тут уже вот так то, что выглядит. Причем за это время мама говорит, что к старому Новому году наверняка порадует и еще продвижением одной из работ, но и об этом я позже сниму. То есть не знаю, откуда берутся силы, вдохновение на такую тяжелую работу. Что касается ниток, нитки, основные цвета еще и остались, я не стала сейчас брать, снимать их, мотки достаточно большие, отдельных ниток, да? Они сейчас разрезаны, в косу заплетенные. Вот, а некоторые ниточки, вот буквально были считанные метры, и там пришлось потрудиться для того, чтобы сохранить самые-самые остаточки, для того, чтобы заполнить какие-то отдельные крестики. На самом деле там крестиков было не столь много, может быть, они были и не столь важны, но думаю, что каждая нитка должна быть на своем месте. В общем, за что-то пришлось побороться, чего-то осталось большое количество. Наверное, будет интереснее посмотреть тогда, когда работа уже, собственно, будет отстирана от нанесенной сетки, от нанесенных цветов, когда уже и канва, собственно, сама будет чистенькая, потому что за год работы, конечно, пришлось и потереть это, и где-то и в разных руках побывала, потому что любопытных-то тоже было достаточно много, и перемещалось с места на место, и пыли-то тоже хватало, как аккуратно не храни работу. Вышивалось это просто на руках, без пялец, без рамы, безо всего. Наверное, так маме было проще, хотя не представляю, как это вот шло. Вышивалось в основном частями, это не полная зашивка, одновременная была, по цветам зашивалась, где-то перемещалась она по рисунку, то туда, то сюда, но какой-то крупный участок зашивался, потом оставались одиночные крестики, потому что их здесь на самом деле громаднейшее количество. Ну, в общем, вот такая работа. Теперь будет следующее видео о том, как будет выглядеть это полотно после стирки. Думаю, все получится, все успешно пройдет. Ну, а пока я прощаюсь с вами, говорю о том, что участие в проекте лилии бутет вот с этой работой закончено, закончено успешно, и теперь будем ждать завершения. Будем надеяться, что и стирка пройдет успешно, и через некоторое время оформление тоже будет выполнено качественно, удачно, и порадует абсолютно всех. Ну, вот и все. Я прощаюсь с вами. Спасибо за внимание. Всего вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok